Продолжение следует... Не управлять, наверное, я не точно сказал, а разбираться в механизме управления. То есть он должен представлять себе сложный процесс, в котором функционирует его собственный завод, на котором он работает. И разбираясь в этих вещах, он будет заинтересован в том, чтобы его завод работал лучше, чтобы повысить производительность труда, чтобы укрепить дисциплину, то есть вырастить его сознательно. Так, так, так. А вы, Матерь Ильич, опять же, языком, а у него голова-то не вспомнит от такого количества информации? Нет, нет, ни в коем случае. А для этого надо учиться, для этого надо быть как минимум грамотным. А потом это в контексте еще ленинской, опять же, идеи о том, что необходима культурная революция, культурный прогресс. То есть это не просто борьба с неграмотностью, не то, что человек просто умеет читать и писать, и считать, да? А то, что человек умеет читать, писать, и прочитает Маркса, прочитает... А, то сплошная. Опять же, представители партии большевиков, и по-другому будет уже на мир смотреть. То есть вот такая вот задача ставилась в 18-м году, и причем Левин говорил, что это надо делать очень быстро, очень быстро, очень так вот, не задерживаясь, расти над собой, можно говоря, да? То есть преодолевать вот этот свой кругозор по принципу, от зарплаты до зарплаты я живу, там в выходной день я напиваюсь, меня больше ничего не интересует в этой жизни, да? То есть вот это вот повышение сознательности. Нет, ну вот эта культура по пятницам еще интересует, да, понятно? Да, пока. Василий Жанночек, Василий Жанночек, ну значит ли эти ваши слова, что пролетариат, который по словам Ленина и победил, якобы, в Октябрьской революции, он типа был не в курсе, в чем-то побеждает, если его надо сейчас учить и знакомить с трудом Маркса, кто же тогда эти все люди, которые взяли власть-то? Да, именно так. А взяли власть передовые рабочие, взяла власть передовая партия, но это совершенно не означает того, это вы очень хорошо заметили, что вся Россия вообще поголовна. Она прямо вот преодолела вот это мелкобужуазное наследие и готова, готова прямо вот уже сейчас в ближайшие самые часы, дни там построить социалист. Нет, конечно, то есть этих иллюзий Тенин не разделял, это, кстати, были иллюзии уже противоположные левых коммунистов, а вот первые иллюзии были те, что, как Ленин считал, Россия вообще не готова к социализму и не будет готова там, может, еще лет сто, да, в ближайшем. А вторые были наоборот, что у нас сверх-сверх готово и пора уже, пора уже все ломать и перестраивать и делать, что будет рано. Василий Жанн, ну смотрите, эти идеи были сформулированы, и так рабочий получает социальный лифт и одновременно нагружает с ответственностью, да? То, что, в принципе, в советском кинематографе, ну, в последние, там, два десятилетия постоянно высмеивали в кино всякий, там, влюблен по собственному желанию, где Янковский, там, точил в шапке в этой классической зеленой, да, эти краски. Ну, нет, не скажите, влюблен по собственному желанию, прошу прощения, там-то как раз Янковский к концу фильма преображается, то есть... Женщина преобразила, но не идея, он же не Маркса про чем-то, а женщину нашлась, понимаете, вот какие пути-то начали уже искать в конце, так сказать, этой истории. Вот, Василий Жанн, хорошо, какие-то конкретные шаги, кроме вот этой замечательной теории в статье, они предприниматься начали уже в весной, в 18-м? Да, конечно, так вот как раз мы перед перерывом говорили о дельной работе, в тельщине, да, и это все в контексте того, что Ленин берет за образец, такой американский опыт системы Тейлора, Тейлоризм, Квардизм, Тейлоризм, вот это вот даже такие были слова, в практике, которые показывают, что вот можно и нужно усилить производительность труда, то есть чисто технически это возможно сделать, и потом уже после смерти Ленина в 20-е годы это стало прямо таким трендом в развитии менеджмента такого, недового менеджмента, да, то есть хотя бы для начала вот танки не давать в твои рабочие места, то есть чтобы у тебя ничего нет, но если он попустит, и каждый буквально вот будет в твоих, да, в твоих коровах операций, да, каждый летает, он стал, вот, где юристы, полгода, и вот это вот избавит, избавит от лишних решений, от лишних каких-то, от лишних, от лишних трендов, и для меня, например, это отречений каких-то, то есть этот Американ съемок был настребован, и Ленин, что вам интересно, считал, что этот Американ съемок вообще применит везде, не только на замоках, ну, применит, и в год, там, да, вырождает все временные. Это этим, так можно называют, что аркадный ресторан весь, но так, как не всегда. Где долго люди, как взять, закрываются, находятся всех, которые исключены вmac Probleme, как все это сейчас, вы augmented uh buscar Krishna bl Caesar на steps of party. Мы начнём валить его на張 Crunchy. И эти непосредственно будут сразу входить и извязать, а как раз и обман обычек, да? А вот, я вам скажу, вчера, перед революцией, как мы хотели по сравнению cameras все право, но вам не справедливо, а у вас будет правило. Поэтому давайте срывайте работу, все проблемы срывайте, 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 срывайте стыков, идите на демонстрацию, ну то есть продвинуться, если вы не заговорили, а это не нормально. А теперь было, значит работяги говорят, значит все, капиталистов прогнали, а теперь больше работаем. А теперь мы хотим, чтоб ты больше работал, чем раньше, понимаешь, или человек такой в обломе немножко, мне кажется, потому что ему говорили флэст раньше, ты крутой, но просто тебе платят, корбейки. А теперь ты должен считать, как предполагалось, почему? По той простой причине, что одновременно с этим рабочему нужно четко совершенно представлять себе, что раньше это была работа на частника, на капиталиста, на царя, вообще там, как вы это говорите, так далее. А теперь он работает на себя и на свою собственную, и рабочих регионских государствах. То есть вот как это объяснял. И поэтому он не может работать плохо. Вот тоника какая. А если он работает плохо, значит этим самым он способствует свергнутому капиталисту. То есть он уже едет в 35 кабинет Смольного, да, автоматически? Не совсем так, но во всяком случае административные, вот Ленин тоже это вводит в 18-м году, эту идею, вводится на предприятиях товарищеские суды. Вот это интересная структура, которая как раз вот тоже, по мысли Ленина, она должна была не судить, вот там, репрессировать как-то, да, к стенке ставить. Ни в коем случае. Здесь была идея, там был целый перечень всяких таких вот мер, начиная от выговора и заканчивая самое суровое, самое страшное. Вообще это было увольнение. А до этого еще там несколько таких этапов, ну в том числе, например, вывесить его там портрет в стенгазете с надписью «Пасон». Да, это же тоже, кстати сказать, очень распространенное было явление в советской экономике, вспомним, ну кто помнит, да, наверное. Ну да, у нас было так, на одной стороне улицы висят передовики производства, а на другой их разыскивает милиция, а где-нибудь в уголке они позорят наши зовут. Я это все прекрасно помню, и началось это тогда еще в 18-м году. Малый театр приглашает на свои спектакли, идущие на основной сцене на театральной площади и в фериале на Большой Ордынке. Малый театр — это настоящее искусство, проверенное временем. Живая классика и актуальная современность. Комедии, драмы и сказки для детей. Полная афиша на сайте малый.ру Если близкие ребенка нацелены только на отметки, все твои преподавательские разговоры о личностном росте будут бесполезны. Я не вижу проблему в отметках, если они не травмируют, а развивают. Важно, что мы не держим детей в инкубаторе, после которого они выходят в мир и понимают, что их все-таки оценивают. Просто эта система должна быть совместно выработанной, дружественной и понятной взрослым. Учителя и школы, которые меняют мир и нас самих. В проекте Александра Мурашева «Другая школа». По четвергам. Пять часов вечера. Говорят, что на детях великих людей природа отдыхает. Но случается, она не знает устали. И тогда человечество узнает о великих семействах, кланах и династиях. Отец и сын Штраусова, мы знаем, что это два, но мы их совершенно не идентифицируем и об их индивидуально здесь не идем. Наверное, потому что и один, и другой вальсы писали. Потому что его не звали одинаковый, не звали Риоганн, и это было бы еще полгода, но у него были Риоганн и Батиста. То есть это бесполезно. Риоганн, аристократы и актеры, ученые и политики, художники и наследники огромных состояний. В подкасте, фамилии, в любое время. На сайте Маяка и в ваших мобильных устройствах. Гражданская война Друзья мои, с нами Василий Жан Штрепков, профессор Московского педагогического университета, доктор исторических наук. Очень важную тему мы сегодня затрагиваем, производственные отношения, да, на примере новых революционных производственных отношений. И, в принципе, эта проблема никуда не исчезает. Да, просто так как-то. Замешает? Но тем не менее, Василий, одну подковырку я для вас приготовил. Вот смотрите, смотрите, история такая, что с точки зрения, давайте рассуждать, не знаю, Ленин умел рассуждать с точки зрения обычного человека, или он, как бы, так сказать, всегда был надхваткой, над схваткой и видел картину в целом, и остальных вот этих мелких винтиков уже подстраивал под задачу какую-то, да. Потому что, смотрите, с точки зрения обычного человека, хорошо скинуть буржуина, правильно? Вообще, всегда хорошо, когда тому, кто тебя богаче, мы это самое сделаем, ему натянем его, как следует, правильно? Приятно. Но в природе человек, натянули, хорошо. Потом начали нам говорить, так сказать, а теперь вы должны работать лучше. То есть, в сознании это обычный человек, а он лучше? 25 лет, да. В танке работают на некое свое личное восемьерство, да? А, доктор, замануха-то какая? Вот человек-то, понимаешь, на материальные стимулы падок откликается лучше, чем на лампила или, так сказать, газетки эти вот эти вот отсоедливые. Что обещали твоему человеку? Если ты будешь работать лучше, управлять и так далее, раскинуть с собой то, что? Как же voitures. Что обещали? Что обещали? Что обещали? Что обещали? Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... 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 и переоснастить свои вооруженные силы и громкости ракетного производства США. Из-за этого консилера разорвала крупнейшую в истории оборонный контракт с Парижем. Во Франции это решение назвали ударом в спину и объявили о немедленном отзыве для консультации своих послуг и соединенных комплексов для обслуживания. Полозы болеваемости Капарина из-за фиксировали в 36 из 25 регионов России. Из-за этого глава Роспотребнадзора Анна Попова по ее словам Роспотребнадзора за 8 лет лет на прошлой неделе речь шла о паде роста в 11 субъектах Федерации. Сейчас добавили сейчас 25. Полозы болеваемости Кавит-19 Попова объяснила сезонными факторами. Поэтому она отметила, что прослеживается корреляция. Чем больше в регионе прилик от коронавируса, тем меньше интенсивность отруста. Глава Роспотребнадзора, после того, что требования в вакцинации до 80% взрослого усиления для формирования коррекционного иммунитета, связанного с мутациями коронавируса, стало понятно, что привить 60% россиян недостаточно. Она добавила, что в 61 регионе превышен паролы уровень УРВИ. Гладкий человек напал в центре Москвы на осветительную женщину, но он не смог одобрать сумку, а вцепившуюся в нее мертвой хваткой пенсионерки. Об этом сообщили в столичном дворке МВД. Нападение произошло на Остуженке. Звумышленник пытался отобрать пожилой москвичке сумку, но та не выпустила ее из рук, упала на асфальт. Грабитель пытался вырвать сумку из рук лежащей на земле пенсионерки, но не смог. На помощь подоспел прохожий, попытавшийся отдохнуть нападавшего. Тот скрылся, но был задержан на Ясеневой улице. Им оказался 22 лет не приезжий. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на грабеж звумышленных под стражей. Пенсионерка после шпатки была вложена обратиться в больницу. Официальный пульс доллара на сегодня 73 рубля 21 копеек, евро 85 рубля 86 копеек. В Санкт-Петербурге сегодня газа по плюсу 312 градусов. В Москве большой дождь и сентябрь теплоразии. Плюс давление 745 миллиметров, влажность воздуха 97%. Плюс давление 745 миллиметров, влажность воздуха 97%. Продолжение следует... 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 Шесть, чё ты делаешь? Что-то я не понял 101.1 Китай 103.1 Китай 105.9 Китай Цифру 7.1 Китай 8.1 Китай 10.1 Китай 10.3 60.1 Бог runter 11.2 Надеюсь Hello Эксперт полетов. Угнение к объекту. Много патриот Четвертых лет Но он шел на дно. И он не был Каполь-каполь 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 Продолжение следует... 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 Много их проехало. Я их не считал. Несколько десятков. И только три автомобиля с левым рулём. Это был УАЗ Патриот. Это был автобус. И... Лексус. С левым рулём. А остальные все поголовно правые. Абсолютно. Абсолютно. Город. Наверное, заеду там. На стоянке где-нибудь. Торгового... ...центра. Останавливаюсь... Торговый комплекс. Какой-нибудь выберу большой. Останавливаюсь... С левым рулём. И... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...